Родина планирует выделять 2400 в день. И ты уедешь наконец-то в Россию заберет. Привет, друзья. 6 апреля. Демертаж неподалеку от Алании. Турция. Он отсюда видно море. Я приехал к Кириллу. Это мой друг, который здесь самоизолировался. Купил себе велосипед и вот этот дом. Сейчас мы будем сюда заходить и узнаем последние новости. Знаю, что они у него есть. Как раз узнаем, как он самоизолируется. Я ему еще везу передачку. Сейчас мы посмотрим, чем он тут занимается. А вот и он. Привет. Ну, давайте я в двух словах скажу, что у нас здесь происходит. У нас здесь происходит самоизоляция. Сейчас нельзя лишний раз выходить на улицу. Будьте штрафы, если вы будете посещать все эти публичные места. В частности, на берегу все скамейки перемотанные нельзя присесть. Ну, мы вот здесь находимся, чем заняться. Слышите, как играть? Ну, музыкант. Интересный человек. Есть много кошечек и собачек, которых подкажут. Ну, а я смотрю, привожу такие вот вещи. В частности, вино. Для того, чтобы на себе игралось и как специальное средство от коронавируса. 82 вера. И здесь очень интересный момент, с которым я попросил Кирилла поделиться. Он дружбежданин Российской Федерации. И вот буквально недавно произошло интересное событие. Он выяснил, что ему будут платить деньги. Почему, как и зачем, сейчас попробуем выяснить. Кирилл, привет! Это мы так здороваемся. Слушай, ты отлично играешь, но я хотел бы тебя спросить по поводу баблищи, которые тебе обещали навалить за то, что ты здесь находишься. Расскажешь? Я подруга. Его надо поуговаривать, да, он такой. Я еще добавлю к сказанному, что у нас на сегодняшний день есть ограничения лиц до 20 лет. Не разрешается выходить на улицу. Преклонного возраста людям, которые больше 60 лет, такая же история. Нельзя выходить на улицу. И в машинах можно передвигаться не более чем 3 человека. Причем на переднем сиденье, на переднем ряду один человек-водитель. И на заднем сиденье, по краям, должны находиться не больше двух человек. То есть, возле одной двери, не другой. Так что вот. Ну и есть целый ряд ограничительных мер, которые привело турецкое правительство, чтобы не скапливались в большом количестве людей. Кстати, еще общался с моими друзьями из Гази-Паши. Там есть такая вообще тюгенция, что особенно осторожно относятся к иностранцам. Так что вот, берите в виду. А, и кстати, полицейские стали ездить по улицам, и на русском языке, говорит, сидите дома. Потому что больше всего нарушают карантинный режим именно отдыхающие туристы, которые приехали и здесь застряли из-за того, что нету сейчас авиасообщения. Наигрался? Кстати, классно играешь. Но мне хотелось бы у тебя сейчас спросить другое. Как вообще настроение? Как ты тут самоизолируешься? Расскажи моим зрителям. Ну как самоизолируешься? Ну вот, играю на гитаре немножко. Вот у меня есть предмет для самоизоляции. Да. Как там домашние переживают у тебя? А как там Машенька? Конечно переживают. Вот теперь расскажи, когда эти переживания прекратятся, когда вы воссоединитесь, когда ты уедешь наконец-то в Россию. А как только Родина меня отсюда заберет. Да, так сразу же и уедет. Слушай, ну расскажи, пожалуйста, я в двух словах уже своим подписчикам сказал, что есть интересная информация о том, что Родина платит деньги. Вот расскажи про эту историю от начала до конца. Ну, по счету того, что Родина платит, пока неизвестно. Я, забравшись сегодня на сайт посольства, обнаружил там от 3 апреля сего года, обнаружил постановление, в котором, в общем-то, Родина собирается помогать своим гражданам, находящимся в вынужденной изоляции за ее рубежами. И, в общем-то, с некоторыми сложностями, но, тем не менее, вышел через телефон на сайт госуслуг и заполнил там заявление. Это заявление приняли. Родина планирует выделять по 2 400 в день. Рублей. Рублей, да. Родина – это Россия. Рублей США. Рублей США. Родина – это Россия. Вот я как бы проникся этим. Прямо Родину полюбил даже. Как-то такой любовью уже окрепшей, осознанной. И как это будет все проистекать? Как ты получишь эти деньги? Ну, я написал номер своей карты, там в графе, где это надо было указать. И вот пока надеюсь, что Родина свои планы исполнит в отношении меня. Слушай, ну, зная твою продуманность, тонкий логический ум, ты же можешь здесь остаться лет на 7 для начала и получать эти деньги. Нет, там есть некоторые нюансы. Так, вот расскажи про них. Если Родина тебе предложит выехать каким-нибудь эвакуационным рейсом, а ты не выехал, то тебе она прекращает денежное довольствие, так сказать. Турецкий гамбит. То есть тебе могут предложить завтра поехать в Анкару и оттуда в час ночи вылететь стоя. И если ты откажешься, то... Нюансы не расписаны. Не расписаны. Ну, такого теоретически может быть? Теоретически, конечно, да. То есть там не написано. То есть Турция, из Турции будет эвакуация. То есть тебе нужно будет до Анкары доехать, если будет такой рейс? Ну, а как я доеду, непонятно. То есть тут же я лишаюсь денежного удовольствия, потому что я не доеду до Анкары. Ну, скорее всего, если ты меня туда случайно не отвезешь. Ну, разберемся. Ты же богатый человек. Хорошо. Ну, а как это происходит со всеми остальными? То есть это массово происходит? Или вот нашлось одно место? Вот одного человека эвакуировали. Нашлось там пять мест. Пять человек получают повещения. Там нюансы тоже не указаны. Я так понял, что присылают самолет. Нужное количество самолетов. Потому что народу завившего здесь, я понимаю, в Турции. Вообще достаточно. И даже тех, кто планировал вернуться, но вернуться не смог. Звонил я сегодня в консульство. То есть они как бы не удивились, что ой, да вы здесь остались. Как же так? Вам же надо помогать. Ну, так позвонил. Опять Кирилл денег хочет. Ну, мне посоветовали. Говорят, вот у нас вышло постановление, вы заполните. А я говорю, по рейсам смотрите на сайте Росавиации. А я зашел на сайт Росавиации, а там уже как бы там задним числом написано, что 3-го числа кого-то там откуда-то со Шри-Ланки что ли эвакуировали наших. Планировалось там еще из Токио, из Лондона какой-то рейс. Ну, что-то как-то так. Вот, ничего об их планах, того, что там вот они написали, что там, например, мы 20 апреля всех эвакуируем из Турции, такого нет. Вот, поэтому, ну, надо, наверное, периодически следить. Ну, я свою почту там написал. Наверное, будут как-то на почту хотя бы информировать, потому что там можно указать только номер российского телефона, который у меня недоступен сейчас. Работает у меня только турецкий телефон. Ну, там нет в графе возможности указать номер турецкого телефона. Ну, а e-mail можно оставить там? Ну, e-mail, да, e-mail оставил. Поэтому можно отсматривать. Ну, я еще написал письмо в консульство РФ. Вот, у них есть опросный лист, но так как я с телефоном нахожусь здесь, у меня нет возможности обработать файл, который они присылают. Ну, там вордовский файл, но я его не могу не без каких-то платежей в Microsoft этот лист запомнить. Я просто как бы в теле письма написал текстовую информацию о том, все их вопросы, и отослал туда. Мне тоже подтверждающий ответ пришел, что они что-то получили. Как они будут это рассматривать на нестандартном листе, будут. Ну, будем следить за развитием сюжета теперь. Там я указал турецкий номер телефона, по которому я доступен вполне, и вот, может быть, Родина меня и спасет еще. Спасет, спасет. Спасибо большое за то, что поделился своим этим лайфхаком. Я думаю, что многим это будет полезно, поэтому и записываю это видео. Ну, а у тебя есть возможность передать привет на большую землю в Россию. Всем передаю привет. Мама, папа, Машенька, Ванечка, всем привет. Да, так что жив и здоров, на связи. Друзья, делитесь своими полезными лайфхаками, информацией, что касается нашей ситуации. Ну, а жизнь продолжается. Будем сейчас слушать музыку и делать профилактические, водные процедуры. Пока. А теперь переходим к сложным процедурам. Все счастливо. Привет, друзья. Я нахожусь сейчас неподалеку от Алани, буквально 15 километров от центра. И заехал в один из сетевых магазинов BIM, чтобы посмотреть ситуацию и вам показать. Нахожусь дома, лишний раз не выхожу. А если куда-то выхожу, то такой вот в маске. И сегодня впервые было замечено то, что в магазины уже не пускают без масок. И вот что я купил, чтобы было понятно. Туалетная бумага. И ради эксперимента, есть ли такие группы товаров, нет. Вот томатный суп, который я очень люблю. И вот такой вот гель новый нашел. Гель со спиртовой составляющей для дезинфекции рук. Вот такого вот еще не делал, поэтому купил. Стоит почти 8 лир без 25 копеек. Вот, внутри все находятся в масках. Хорошее всем настроение. Вирус не прорвется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова